Владимир Владимирович, у меня первый вопрос. Никитин Павел, главный специалист управления главного технолога Ярославского моторного завода. Я пришел на завод на Ярославский моторный в 2007 году и практически сразу же попал в команду проекта, которая занималась строительством вот этой новой площадки. Но в 2008 году был кризис и строительство было заморожено. Практически год у нас была введена сокращенная рабочая неделя. Уже хотели на другие проекты переориентировать. Просто такое немного грустное впечатление было. Но потом вы к нам приехали с визитом на Ярославский моторный завод и поверили в этот проект ЕМЗ-530 и дали поручение ВЭБу обеспечить финансирование проекта. Хотелось бы от всех нас, от молодежи, которая работает на этом предприятии, вам выразить слова благодарности, что теперь мы можем работать на одном из самых современных заводов в России, ну и в Европе. И вопрос такой еще у меня. Вы уже прошли по нашему производству. Какое ваше впечатление? Я начну с того, что всех вас и вообще всех нас, всю отрасль, да и всю страну поздравлю со столетием этого крупнейшего и старейшего предприятия. Еще в 1916 году, в соответствии с решением Николая II тогда, было создано это предприятие, как производящее грузовую, просто автомобильную технику. А потом в период первой пятилетки перешли на выпуск именно грузовой техники, автобусов. И даже первый троллейбус здесь был сделан. Вот сейчас мы показывали. В том числе двухэтажный. За это время многое изменилось. Потом завод стал специализироваться на производстве двигателей. То, что было, то было. Чего там греха таить. Было много проблем. Особенно в 90-е годы, когда к этому времени и основные мощности уже устарели, совсем были неэффективными. Своевременно не вкладывали ресурсы. Рынок открыли для иностранной, достаточно дешевый и, прямо надо сказать, качественной техники. И собственные предприятия стали просто умирать довольно быстрыми темпами. В таком состоянии я первый раз застал этот завод. Но, действительно, за это время многое сделано. И вот сегодняшняя площадка, где мы находимся, вы точно совершенно сказали, это один из лучших, если не лучший завод в Европе. Здесь осуществлены самые новейшие разработки, самые новые технологии. И мы целенаправленно проводили эту работу. Действительно, 2008 год был сложным. И если вы помните, а если не помните, я напомню, это не было связано с нашими внутренними проблемами. Кризис пришел извне. Это был сначала финансовый, потом и мировой экономический, по сути, кризис, который повлиял и на нашу экономику. Но еще раз хотел бы вспомнить то, о чем мы тогда говорили. И тогда на одном из таких публичных мероприятий я, если помните, сказал. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация на 100%, но точно, я обещаю, мы не повторим печальные опыты 1998 года. И, слава богу, это удалось сделать. Хотя то, что я тогда сказал, это было большим риском, потому что очень много было так называемых факторов неопределенности. Наверняка мы на 100% не могли сказать. Но нужно было верить в себя, нужно было двигаться и решать конкретные задачи, в том числе в области промышленного производства. Один из этих проектов, о котором мы сейчас, результат мы сейчас это видим здесь, родился еще раньше, вот вы сказали, в 2007 мы начали об этом думать. Да, уже работали. Да. Действительно, на полтора, даже не на год, на полтора примерно все затихло. В 2009 реально началась новая работа. Вот сейчас мы вспоминали, мы через систему Внешэкономбанка проинвестировали с лишним 4,5 примерно миллиарда рублей, оказывали другую поддержку, не финансового характера. Но очень важно, что здесь нашлись такие люди, как вы. Это существенно, это самое главное, наверное, потому что и наши иностранные специалисты, и надо отдать должное, и акционеры компании, в целом компании ГАЗ, и те, кто изначально работал над этим проектом, все постарались. И вы все вместе добились вот этого блестящего результата. Так что, какие впечатления? Самые лучшие. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Волоченко Павел, Ярославский завод дизельной аппаратуры. Я, когда обучался в аспирантуре, я приводил на наш завод студентов на практику. И было видно, что ребятам не хватает знания современного высокотехнологичного производства, ну, такое, как это. И вот у группы ГАЗ есть позитивный опыт. Допустим, в Нижнем Новгороде они открыли в университете кафедру по производственной системе, где преподают сотрудники предприятия и... ГАЗ открыл в... В Нижнем Новгороде, да. Ну, есть такие планы и в Ярославле открыть. То есть сотрудники предприятия читают лекции, потом приводят студентов на завод и дают им реальное задание, которое они решают. То есть руководители уже видят, кто заинтересован, кто к ним придет. Сами студенты выбирают. Вот я также пришел, допустим, на свой завод. В связи с этим хотел бы предложить распространить этот опыт на всю страну. И кроме того, у меня вот такой вопрос. Будет ли правительство поддерживать подготовку инженерных кадров для крупных производств? Есть ли такие проблемы? Ну, я думаю, что если мы будем все вместе создавать производство подобного вашему, то люди с удовольствием пойдут работать. Потому что, конечно, уровень заработной платы важен, но он у вас не самый большой, я понимаю, знаю, сколько здесь примерно средней заработной платы. Но очень важно еще условия, в которых люди работают. Очень важно чувствовать, что ты занимаешься таким серьезным, важным и перспективным, интересным делом. В этом смысле такие производства создают такие условия для привлечения молодых и талантливых специалистов. Что касается этого опыта группы ГАЗ, то, конечно, его надо распространять. Хотя у нас с 2013 года, по-моему, действуют уже правила, закрепленные в законе, которые в обратную сторону работают. А именно, высшим учебным заведениям предоставлено право создавать кафедры на производстве. Если высшее учебное заведение может прямо на каком-то крупном предприятии создавать кафедры свои. Я не знаю, сейчас они существуют или нет, по-моему, где-то есть. В советское время были такие высшие учебные заведения, в Тузе называли, прямо при конкретных предприятиях группе компаний создавались. То есть это дорога с двусторонним движением. И, в принципе, конечно, это очень хорошая практика. Вы не можете этого не замечать. Мы в последние годы постоянно к этому обращаемся, ведём очень интенсивный диалог с бизнес-сообществом, с тем, чтобы работодатели подключались к этому процессу. И вырабатывали и профессиональные стандарты вместе с правительством, и в соответствии с этими стандартами готовили бы специалистов. Но государство выделяет на это необходимые ресурсы. Ну, может быть, может сказать, или нельзя сказать, что необходимые, денег всегда недостаточно, но они выделяются, и мы будем дальше это делать. Так что, безусловно, практика замечательная, надо посмотреть, что конкретно делает группа ВАЗ. Вместе будем работать, конечно. Владимир Владимирович. Да, можно? Конечно. Меня зовут Юрий Шудин, я инженер-конструктор объединённого инженерного центра. То есть, ещё студентом я участвовал в программе «Робототехника» от фонда «Вольное дело» Олега Владимировича Дерибаскина. Собственно, благодаря этому проекту я определил свою профессию. То есть, сейчас я работаю здесь. Не секрет то, что всё больше оборот набирает тему беспилотных транспортных средств. То есть, Европа, Америка уже давно этим занимаются. Мы с недавнего времени тоже активно к этому подключаемся. На сегодняшний момент разработали электромобиль на базе «Газель». «Газель Электро» называется проект. И на его базе же будет беспилотное транспортное средство. И вот хотелось бы узнать, по вашему мнению, получит ли у нас в России эта тема широкое распространение? Приживётся ли она у нас? Вы с чего начали, вы сказали? С того, что я был участником робототехники. Участником робототехники? Что это было такое? То есть, от проекта, от фонда «Вольное дело» есть проект робототехники, где либо со школьницами, либо, в моём случае, со студенчеством. То есть, я был, как бы сказать, ответ на ваш вопрос. То есть, мне посчастливилось, но, к сожалению, не все счастливилось. Но вот сейчас мы плавно от вашего вопроса перейдём к вопросу, который задал коллега. Мы, кроме вот этой практики, да, совместной подготовки кадров с производствами крупными предприятиями, у нас развивается ещё и такое движение, как WorldSkills, подготовка специалистов в области рабочих профессий, но в высокотехнологичной сфере производства. И, кстати говоря, мы вот готовимся на чемпионат мира, вы знаете, да, и национальные соревнования проводим. И из Ярославля тоже принимала участие команда в последнем чемпионате, по-моему, и шесть человек. Так, двое, по-моему, взяли золотые медали, и двое серебряные. Так что в Ярославле хорошая площадка для подготовки молодых специалистов. А что касается беспилотников, конечно, это перспективная вещь, конечно. И в рамках технологической инициативы, которую вы наверняка слышали, у нас предусматриваются меры поддержки развития и беспилотной автомобильной техники. На первом этапе мы планируем сделать несколько пилотных проектов для того, чтобы эти беспилотные аппараты могли бы быть использованы на закрытых территориях. Испытание? Ну, для проектной эксплуатации. Это, допустим, какие-то там закрытые торговые зоны, производственные зоны, где можно обеспечить безопасность, как вы понимаете. Но в дальнейшем мы исходим из того, что это можно будет использовать и при обеспечении движения общественного транспорта. Но соответствующим образом всё это должно быть проработано. На сегодняшний день важнейшими задачами является подготовка соответствующих технических компонентов, технологических и удалённых серверов, которые будут связаны с обеспечением безопасности движения и самодвижения, программное обеспечение уже соответствующее создать, и удалённые центры управления. Вот постепенно-постепенно будем к этому двигаться. Но мы должны в тренде быть. И мирового прогресса ещё лучше хотя бы на шаг опережать её. Нет, опережать надо. Но, конечно, если мы хотим сохранить конкурентоспособность, всегда нужно быть на шаг впереди. Ну, естественно, мы должны быть частью мирового процесса развития. И всё равно стремиться быть на шаг впереди. Это возможно. Мы по многим направлениям уже сегодня добиваемся такого результата. На данной площадке? Да, да, конечно. Спасибо большое. Вопросы. Сразу, пожалуйста, ведущий инженер электроник производства средних рядных двигателей. Владимир Владимирович, меня, как молодого специалиста из области технической кибернетики, прежде всего, интересует развитие наших наукоёмких производств, в частности, ракетно-космической отрасли. И у меня такой вопрос к вам. Считаете ли вы, что в перспективе есть тенденции к развитию российской космической программы в связи с успешным запуском космодрома «Восточный» и какие средства и методы есть у нашего государства на сегодняшний день для поддержки частных инициатив в развитии этого направления? Вот, например, такой проект, как «Космокурс» в рамках фонда «Сколково». Мы всегда гордились достижениями Советского Союза, затем России в области ракетостроения, освоения космического пространства. Мы до сих пор остаёмся одной из ведущих держав в этой сфере. Как вы знаете, мы осуществляем в процентном отношении самое большое количество пусков в мире и своих собственных аппаратов, и по кооперации, и просто как бизнес, системе жизнеобеспечения, не только это. Но есть сферы в этой области, за которыми нам нужно не только внимательно следить, а нужно, к сожалению, в некоторых местах ещё догонять. Особенно это интересует системы многоразового использования. Ну, мы помним этот опыт и шаттла, и бурана советского. Это всё возможно, такие разработки у нас тоже есть. Есть уже даже проекты соответствующие. Через буквально несколько дней мы будем обсуждать стратегию развития космической отрасли до 2030 года. И намечено, по-моему, у нас где-то дней через пять совещание на этот счёт. Будем на всё это внимательно смотреть. Что касается восточной части программы и строительства космодрома «Восточный», то я могу с гордостью сказать, что это была действительно моя идея. И хотелось… Ну, нам нужно, во-первых, получить было… Россия должна иметь свой космодром, именно гражданский, национальный. Мы, конечно, будем оставаться на Байконуре, будем работать с нашими казахстанскими друзьями. И не просто работать так, а про ком, между прочим, скажу, что мы договариваемся о том, что будем помогать им создавать отрасль. И это правильно. Это наши самые ближайшие союзники, партнёры. И у них такое наследие огромное, как Байконур. И, конечно, они хотят, имеют право. И для нас самих это выгодно будет создавать у них соответствующие компетенции. Но Россия, как одна из самых мощных космических держав, должна иметь собственный космодром. У нас ведь этого не было. У нас остались только площадки Министерства обороны, по сути дела. И вот на севере, это же просто позиционный район одной из ракетных дивизий, вот и всё. А это новая, современная технологичная площадка, которая и для отрасли важна, и для региона очень важна. Потому что нам нужно поддерживать интерес к Дальнему Востоку России. Прежде всего, своих собственных граждан. Нужно, чтобы он был перспективным, интересным, привлекал бы туда высококлассных специалистов, таких, как вы, но из другой отрасли работающих. Мы же там целый город строим, целый городочек будет. Небольшой, но, надеюсь, очень будет комфортный для жизни. Вот основные элементы первого этапа завершены. Вы знаете, что уже пуск произошёл. В следующем году будет намечено ещё два пуска. Этап строительства, который мы планируем, это создание стола и создание пусковых установок для тяжёлых ракет, которые будут использоваться, в том числе, для пилотируемых полётов. Вот оттуда мы планируем это делать в будущем. Что касается систем многоразового использования, то это, да, кстати говоря, восточный предполагается к использованию и для изучения дальнего космоса. Что касается многоразовых аппаратов, вопрос только цены и качества в данном случае. Дело в том, что уже есть какие-то разработки у нас в стране? Есть, есть. Они есть, специалисты об этом знают. И на Западе есть, и у нас есть. Вопрос, чтобы они были эффективными. Возможно ли привлечение частных ресурсов? Конечно, можно. Почему нет? Но важно только, чтобы привлечение любых частных ресурсов предполагает хорошую экономическую эффективность. Нужно, чтобы рынок соответствующим образом созрел до того, чтобы частный инвестор был заинтересован в таких вложениях. Возможно, какая-то дополнительная фискальная, налоговая политика должна быть введена для таких. Да, согласен. И это тоже нужно и можно будет делать с того момента, когда мы увидим, что есть реальные инвесторы, которые видят и коммерческую перспективу. И коммерческую перспективу. Она может появиться, эта коммерческая перспектива. Вы понимаете, ведь из-за России до, скажем, Вашингтона можно долететь до 20 минут. Ну а как же? Вот космический корабль вышел в космос. Сколько он выходит? Четыре, пять минут, не помню. А потом в космосе до Вашингтона, до Нью-Йорка, ну условно, всего 15-16 минут. Всё. И посадка. Но для этого нужна соответствующая техника. Вот если техника будет отвечать потребностям рынка, то, конечно, я уверен, пойдут и предложения от частных инвесторов. Но есть и сложности. Вот сверхзвуковой самолёт. У нас был Ту-144, а там Конкорд был французский, да? Их же нет сейчас. И дело не в безопасности, дело в целесообразности экономического характера. Когда председателя Совета Министров Косыгина спросили, сколько стоит Ту-144, он сказал, это знают только я один и никому не скажу. Вот. Нам нужно, чтобы все знали, сколько это стоит, и эффективно использовать. Спасибо. Спасибо. Алексей Шагалов, Объединённый инженерный центр. В этом году группа «Газ» впервые представила свою коммерческую технику в Евросоюзе. Это произошло в Ганновере, и мне довелось участвовать в этой выставке. Я видел мнение журналистов, видел потенциальных потребителей. Многим из них автомобили нравятся. Нравятся по дизайну, по качеству, по функциональности. Напугали наших конкурентов. Вы знаете… Я смотрел там первую реакцию, в том числе в Ганновере. «Руссенкомн», русские идут. Да, да. Вот я хочу отметить. Раньше мы ездили на зарубежные выставки, фотографировали конкурентов и пытались создать что-то подобное. Я имею в виду, детально фотографировали там узлы, системы. В Ганновере был обратный процесс. То есть инженеры конкурирующих компаний приходили и фотографировали «Газель», «Газон», «Урал» буквально до каждого болта. Конечно, есть сложности определенные. В Европе нас не ждут. И уровень технического регулирования там несколько иной. Там более жесткие экологические стандарты, там требуется выполнение норм Евро-6. У нас сейчас есть Евро-4, Евро-5. Мы работаем над Евро-6. Но, конечно, это инвестиции. Мы уже поставляем в 40 стран мира нашу коммерческую технику. Но Евросоюз – это очень перспективный рынок. В связи с этим мой вопрос. Будет ли какая-то от правительства программа поддержки экспорта? И как, по вашему мнению, не помешают ли санкции, которые периодически возникают, нашему выходу? Вы знаете, если отлопнуться от последнего по поводу санкций, все эти санкционные ограничения, они формулируются не гигантами мысли. Это не большие интеллектуалы, кто предлагает вот такую форму взаимодействия в мировой экономике. Но и полные идеи, и те они тоже не страдают. Поэтому, если мы будем производить, если вы будете производить высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт для мирового рынка, европейского, азиатского, латиноамериканского или североамериканского, то никакие ограничения никому не помогут. Да и ограничения-то связаны в основном с чем? Это связаны с ограничением доступа к нам финансов, инвестиций, попытки, во всяком случае, и технологий на наш рынок. Но вот ваше предприятие показывает, что закрутить это практически невозможно. А вот если на базе этой кооперации вы будете производить высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты для мирового рынка, то, конечно, можно предпринимать. И предпринимаются. Это же вот эти ограничения входа на собственный национальный рынок, они используются, к сожалению, во всем мире, несмотря на все принятые решения в рамках Всемирной торговой организации. Но всё равно качественный продукт всегда себе дорожку протопчет и свою нишу займёт. Поэтому нужно бороться за качество и за эффективность. Но, безусловно, вот эти вопросы, связанные с выходом на рынок, они дорогостоящие. Мы это знаем. Это связано, прежде всего, с транспортом, сертификацией и некоторыми другими вопросами формального характера. У нас есть целая программа поддержки, она, к сожалению, небольшая, там 6,3 миллиарда у нас. А следующий год запланировали 26 миллиардов? Да, вот 26 миллиардов запланировали на следующий год. Вот как раз для решения этих вопросов. Логистика, то есть, ну, в основном, транспорт, сертификация и некоторые другие формальности такого характера. Но это главное, чего, кстати говоря, и бизнес от нас ждёт. Будем этого делать. Будем это делать и дальше. Но, я, знаете, хотел бы что отметить. У нас эти программы есть, она же в этом году работает. Уже сегодня, уже сегодня, за, по-моему, 2-3 года у нас экспорт машинного оборудования в общем объёме экспорта вырос в два раза практически. Он у нас был в 2014 году, по-моему, 3 с небольшим миллиарда, а сейчас уже 6. Это мало пока, это очень мало. Но тенденция очень хорошая, надо эту тенденцию сохранить. Спасибо. Меня зовут Наталья Кулианова, я специалист по закупкам. В этом году на моторном заводе у нас произошёл рост производства двигателей порядка 20%. И отчасти за счёт реализации государственных программ поддержки по закупкам для среднего бизнеса, малого бизнеса, социальных учреждений, автомобилей, как грузовых, так и пассажирских. Это во многом нам помогло, и мы бы хотели сохранить в будущем также тенденцию роста производства. И запланированы ли какие-то программы на будущий год по поддержке или обновлению автопарков? Ну да, вопрос понятный. Мы вот вчера только с Денисом Валентиновичем об этом говорили, с привлечением других членов правительства. В этом году общий объём поддержки автопрома составил 65 миллиардов рублей. Если бы этой поддержки не было, а она у нас осуществляется по очень многим направлениям. От субсидирования приобретения машин до закупок и обновления транспорта, скажем, школьных автобусов, спецтехники для системы жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Если бы этой поддержки не было, то у нас было бы сокращение рынка на 30-40%. А так нам удалось не только сохранить сегмент в сфере производства или как автомобилей, но и даже чуть-чуть увеличились продажи грузовиков и автобусов. Это вот такая наша общая победа, потому что это реально требовало от нас усилий. Что будет сделано в следующем году, я пока не смогу сказать. Мы как раз этим занимаемся. Я вот сказал, что вчера только это обсуждали, министр Денис Валентинович, он выкатил целую простынь требований, предложений и планов. Сейчас Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов всё это вместе посмотрят. Поддержка будет. Я сейчас просто боюсь забегать вперёд и боюсь называть конкретные цифры или конкретные направления, способы этой поддержки. Пока преждевременно, но она будет. Все-таки вот эта программа утилизации – это очень серьёзный инструмент для поддержки рынка, на самом деле. И мы тоже оцениваем здесь и видим, насколько серьёзно всё это происходит. На самом деле, ведь я хотел бы сказать, что она для нас очень важна, потому что машиностроение, двигателестроение и автомобилестроение, как конечный продукт, создаёт очень большую цепочку прибавленной стоимости. Да, я понимаю так, что это в ближайшее время будет решаться этот вопрос как раз целесообразно. У нас программа утилизации существует, действует. А она будет продолжена? Будет. А я не вижу оснований её прекращать. А какие основания? Я потом скажу, кто и как это придумал, когда камеры выключат. Но это мы думали так настойчиво над этим, имея в виду ограничения Всемирной торговой организации. Но вопросы экологического характера решать никто не запрещает. При этом я хочу обратить ваше внимание на то, что мы предъявляем требования по утилизации, а это связано с экологией, чтобы у нас, значит, утилизация была своевременной и промышленно организованной правильно. Это, конечно, прежде всего решение вопросов экологического характера, сохранения природы. Но это и целый отрасль производства, между прочим, утилизации должным образом. И это первое. Второе – это поддержка автопроизводителей, которые производят новую технику, чтобы гарантировать наш рынок того, чтобы завозил всякий хлам по бросовым ценам. А третье – это распространяется, что очень важно на всех производителей. И на отечественных, и на иностранных. Там есть дальше нюансы, а об этих нюансах я расскажу, когда пресс уйдёт. Но они все находятся в рамках Всемирной торговой организации. Так что мы будем работать, я не вижу, основания прекращают. Можно ещё один вопрос? Можно. Или даже предложение, я бы хотел сказать. Предложение? Да. Пожалуйста. То есть, вы ходили по нашему предприятию, вы видели, мы большую работу по импортозамещению проводим сейчас в течение последних двух лет. Здорово. Вы знаете, это, извините, что я перебиваю, это просто отлично. Я не знаю большого количества примеров, когда Мерседес, допустим, разрешает ставить произведённый за границей автомобиль на свои машины. А здесь у вас такая работа с ними сложилась. Это показатель очень хорошего, показатель высокого, может быть, высшего качества. Да, ну я хотел бы несколько конкретизировать, понимаете, автомобильная отрасль всё-таки в России, она относительно небольшая по объёмам. Но существует целый ряд отраслей смежных, где много продуктов или видов технологий, они примерно такие же. Вот существует координационный совет по развитию дизелестроения, и, может быть, в рамках этого совета или какой-то создать более расширенный совет, межотраслевой совет, который позволит бы некоторые комплектующие объединять. Таким образом поставщики могли бы находить в себе ресурсы для более ёмкого рынка, потому что реально тяжело нам приходится. Очень большое. Ну, вот здесь начальник отрасли сидит, командир, поэтому он услышал, и эта идея неплохая. Это хорошая мысль, безусловно, вот эти прямые контакты между производителями различных компонентов и смежных отраслей пойдут только на пользу. Пойдут только на пользу, потому что одно дело лакокраска, другое дело производители металла. Металла, так, и всё это, когда они друг другу слышат, они начинают понимать, в чём интерес друг друга. Это хорошая идея. Надо только организовать грамотно и в свои времена. Да, спасибо. Пожалуйста. Всё? Пожалуйста. Валерий Владимирович, меня зовут Сергей Богачёв, ярославский завод дизельной аппаратуры, главный конструктор. Ну, во-первых, хочу вам сказать спасибо, как… Всё-таки молодые, всё-таки большие начальники, всё-таки главный достоинство. Так здорово, мне очень нравится. Ну, во-первых, от лица нашего предприятия хочу вам, как главе государства, сказать спасибо, что наше предприятие получает субсидионную поддержку новых инновационных проектов через Минпромторг. В недавнее время мы получили субсидии, и во многом благодаря этому нам удалось создать продукты нового класса, нового мирового уровня. Да. Наш зловод не такой большой, как моторный, но дизельная аппаратура в составе двигателя, она является самым высокотехнологичным элементом, вот, и, в общем-то, ключевым элементом. Вот, и сейчас на фоне наших успехов с автодизелем, с КАМАЗом к нам обращаются уже представители таких заводов, как «Звезда» Санкт-Петербург, «Коломна» дизель, «Пенза» дизель «Маш», «Уральский» дизель-моторный завод и просят для своих новых двигателей, новых разработок перспективных, также им сделать системы Common Rail, с которыми они вошли бы в новые рынки. Сейчас там фирма «Бош», фирма «Хайцман», фирма «Липхер», и, к сожалению, отечественной топливной аппаратуры практически нет. Вот, и в связи с чем у меня возникает вопрос, что будет ли продолжаться вот эта политика поддержки со стороны Минпромторга в ближайшие несколько лет от выделения субсидий на новые инновационные проекты, потому что, ну, в одиночку нам с такой глобальной фирмой, как «Бош», которая у нас в десятки, в сотни раз больше, очень сложно конкурировать, но все равно мы это делаем. — Будет-будет. Сколько у нас предусмотрено? — У нас по Ярославскому заводу дизельной аппаратуры, по прошлому году, по позапрошлому, поэтому в общей сложности получается где-то в целом по группе «ГАЗ» около миллиарда рублей только на неокры. — На что? — На неокры, на научно-исследовательский опыт, на конструкторские работы. И плюс они получают сейчас льготный займ по фонду развития промышленности. Мы исходим из того, что все эти направления, они будут обязательно на контроле у министерства, и мы, собственно, для этого создавали инструменты и фонды. — Из фонда поддержки промышленности сколько? — Около 300 миллионов, вот только по этому направлению. — Спасибо. Один из эффективных инструментов оказался фонд поддержки промышленности, который был создан по инициативе вашего министерства. И вопрос решается о его декапитализации, поддержке. Будем продолжать все эти программы. Ну, конечно, нужно в каждом конкретном случае смотреть, что за программа, какой поддержки она требует. Но в целом высокотехнологичное производство, конечно, должно быть поддержано. Мы прекрасно понимаем это, отдаём себе отчёт в том, что такое прорваться на рынок, даже на собственной, внутри страны. Не так просто. Вот если бы эти умники, которые придумали санкции, мы бы не смогли бы даже на собственном рынке сейчас сельхозпродукции себя чувствовать уверенно. Только благодаря нашим ответным мирам рынок освободили. Да, был сложный момент, когда цены поднялись. Да, но сейчас они будут постепенно, постепенно. У нас инфляция в этом году до 6% будет минимум. Сейчас только 4,7%, по-моему, накопленные. Поэтому, то есть, всё выравнивается. А в сфере высокого производства, высокотехнологичного производства, конечно, нужна поддержка. Безусловно, она будет. Сейчас просто я не готов всю палитру этих инструментов сказать, какая будет приниматься. Это министерство, вовремя, решает. Но то, что мы будем это делать, будем на эти ресурсы выделять, это точно. Алло. Да, пожалуйста. Василий Иванович, инженер-конструктор, Ярославский моторный завод. У тебя за страной есть программа по ипотеке для молодых семей. Но для вас также не секрет, что молодые специалисты после института не особо рвутся идти работать на производство. Так вот. Раз, не знаю. На такое производство, я думаю, пойдутся до вас. Но все-таки с целью привлечения молодых квалифицированных специалистов на производство, возможно ли обеспечить их льготной ипотекой? Спасибо. Владимир, извините, что я не понимаю, я хотел ознакомить Анну. У нас при запуске производства мы общались с иностранными специалистами, и у них процент по ипотеке где-то варьируется 3-4%. То есть, можно ли как-то у нас эту программу? Это можно и нужно сделать, но только это можно сделать на основе развития экономики. Вот смотрите, там 3-4%, потому что там ставки рефинансирования, ставки Центрального банка приближаются к нулю. Там у них совсем другая экономика и другие проблемы. У нас инфляция, а у них дефляция во многих странах. Я сейчас не буду вам голову забивать этим, но, во всяком случае, ставка по ипотеке не может быть ниже, ну, в нормальном режиме. Я сейчас пошире отвечу на ваш вопрос, потому что это вопрос очень важный, жизненно важный для любой семьи, для молодой семьи тем более. Но, строго говоря, исходя из требований законов экономики, ставка по кредитам вообще, и по ипотечным в частности, не может быть ниже, чем ключевая ставка Центрального банка. Значит, она может снижаться и должна снижаться для определенных категорий людей, но это делается отдельными инструментами, дополнительными. Ну, скажем, для молодых семей, для семей там с малолетними детьми, для инвалидов и так далее. Вот сейчас у нас в целом ипотечная ставка где-то, по-моему, 12,5%, но при использовании различных инструментов поддержки отдельных категорий граждан, включая молодые семьи, она может опускаться даже до 10,5%. Это связано в том числе и с суммой первого взноса. Если первый взнос поменьше, то ипотечная ставка побольше. Если, скажем, первый взнос достигает 50%, то тогда и ставка по ипотеке может быть 10,5%. Кроме этого, во многих регионах создаются специальные отдельные программы, когда из регионального бюджета для отдельных категорий граждан, в том числе для молодых семей с детьми, даются дополнительные льготы. И там эта ставка уходит тогда ниже, но это чисто за счет государства. Это уже не такая нерыночная ставка. А в некоторых регионах идут еще дальше. При рождении, скажем, не помню, в каком регионе, при рождении второго или третьего ребенка вообще уже освобождают, а сам регион платят за такую семью. Так что на сегодняшний день мы будем стремиться к распространению вот такой практики для отдельных категорий граждан, стимулировать регионы. Это возможно и при участии бизнеса и крупных предприятий, например, такое, как ваше, тоже может вносить за своих работников определенные деньги. Вот. Будем развивать систему жилья по найму, наемного жилья, служебного жилья. То есть это может быть целая программа в рамках программы жилища. Мы ее будем, эту программу продолжать, и будем всячески стимулировать, повторяю, и бизнес, и регионы к тому, чтобы они участвовали в совместной работе, в софинансировании. Ну а в целом, хочу на этом закончить, все это возможно только для всех уже граждан, да, дальнейшее снижение. При снижении инфляции, снижении ключевой ставки Центрального банка и банков, и коммерческих банков. Можно еще рассказать, что вы рассказали, если, допустим, предприятия какие-то… А вот инфляция как раз у нас в этом году, я говорил, в прошлом году было 12 с лишним, а в этом году, сейчас только 4,7, но по году, может быть, будет 5,5, 5,7, около 6. Уже в два раза снизим уровень потребительских цен, роста потребительских цен. Извините, пожалуйста. Да. А вот вы знаете, а если некоторые предприятия сами захотят предоставлять своим сотрудникам льготную ипотеку, возможно ли поддержка таких предприятий каким-нибудь льготным налогообложением, либо льготным кредитованием, например? Возможно, но это будет не по-честному. Потому что тогда это не их поддержка, а опять же поддержка со стороны государства. Только из одного кармана государства вынят, а в другое – не положено. Валерий Семенович, еще по поводу, раз тема актуальна такая, про жилье поднялась. Я вот сейчас семья, у меня двое детей маленьких. То есть мы стоим в программе «Молодая семья» федеральная, которая по субсидированию, покупке жилья, то есть оплата части стоимости. И стоим в ней уже третий год. Там очередь очень большая. То есть по нашим подсчетам, когда эта очередь до нас дойдет, мы уже де-факто молодой семьей не будем считаться. И с программы уйдем. То есть в ближайшее время какие-то будут со стороны государства поддержку на сокращение вот этой очереди? Это связано только с бюджетными ограничениями. Слава Богу, у нас молодых семей с детьми все больше и больше. И чтобы такие программы поддерживать, нужно денег все больше и больше чисто бюджетного финансирования. Здесь два путя, как говорят в деревне. Или давать деньги дополнительные из бюджета, либо способствовать повышению уровня заработной платы. Но мы будем стараться идти по обоим этим путям для того, чтобы добиться искомого результата. По программе жилища, а молодая семья – это часть общей программы жилища, у нас целевой показатель был к 2018 году, по-моему, улучшить жилищные условия для 400 с лишним тысяч семей. Это целевой показатель, исходя из бюджетных возможностей. Для молодых семей, конечно, хотелось бы в первую очередь это делать. Есть у нас такая категория, как ветераны, инвалиды и так далее. Государство хочет всех поддержать, всех сразу сложно. Но все равно, исходя из принципа социальной справедливости, государство действует, поддерживая все эти льготные категории. Конечно, хочется молодым помочь. Будем стараться, посмотрим, что получится. Спасибо. Потому что нужно, если просто по-простому, нужно просто насыпать больше бюджетных денег. Пожалуйста. Игорь Владимирович, наладчик отдела промышленной электроники, Ярославский моторный завод, Щербакова, Юлия. Я мама двоих детей, тоже двоих детей. Мы получили материнский капитал. Сколько? 400? Ну, сейчас 400, наверное, побольше, 60. 453 тысячи. 453 тысячи, по-моему. Вот, планируем его в скором будущем реализовать. Но есть многодетные семьи, которые нуждаются не только в квартирах, но и в машинах. Это лоббирование отрасли называется. Через социальные программы государства. И может ли государство помочь таким семьям приобрести микроавтобусы? Вы знаете, я когда встречаюсь с многодетными семьями, когда спрашиваешь, чем помочь, ну так, в полуприватном порядке, как правило ставят вопрос о вот этих микроавтобусах. Особенно там, где действительно, в полном смысле это слово, многодетная семья, где там 5-6 детишек или больше. У нас пока такой программы нет, хотя вот программа материнского капитала развивается, она существует до сих пор, она должна была бы прекратить свое существование в 2016 году. Да, но мы приняли решение продлить ее до конца 2018 года. Кстати говоря, обращаю внимание тех, у кого еще нет детей, здесь много молодых, до конца 2018 года действует программа материнского капитала, 450 тысяч рублей. И в следующем году мы сохраним уровень поддержки по линии материнского капитала, сохраним на уровне текущего 2016 года. Уже у нас вот таких, как Юля, мам, которые получили материнский капитал, 7,5 миллионов человек. 7,5 миллионов. Только в этом году количество получателей материнского капитала возросло на 600 тысяч человек, ну 600 тысяч семей. Я почему об этом говорю? Это очень серьезные затраты для государства. Никогда же такой программы в истории России и Советского Союза не было. Да не только в истории России и Советского Союза. Нигде и никогда этого не делалось. Мы эту программу придумали, осуществляем. Она требует очень больших финансовых ресурсов. У нас, Юля, наверное, знает, я надеюсь, вы пользовались и другими инструментами, так скажем, выражаясь бюрократическим языком, поддержки материнства и детства. Там и лекарства, там и витамины и прочее, прочее. Целый набор это вот все мы, так сказать, генерировали, все это придумывали. И все это работает. У нас, слава богу, демография начала улучшаться. Напомню, что в 90-е годы Россия, как это ни печально сказать, вымирала, потому что каждый год у нас количество наших граждан уменьшалось в стране почти на миллион человек. 900 с лишним тысяч был естественный убыль населения, почти миллион, 900 с лишним тысяч. Катастрофа, понимаете? Нам уже предрекали демографы всего мира, и у специалистов ООН даже говорили, как будет падать население России в ближайшие десятилетия. А это системные проблемы создаёт для всего, вплоть до удержания нашей огромной, самой большой в мире территории, до обороноспособности, до качества производства, до всего. Но нам удалось переломить эту ситуацию, в том числе и благодаря, думаю, материнскому капиталу. Вообще целой системе поддержки материнства и детства у нас, не помню, так не ошибиться, но, по-моему, в 2019 году ещё коэффициент рождаемости был средний. А это коэффициент рождаемости – это среднее количество рождения на одну женщину. Он был 1,69, а сейчас он 1,777. Казалось бы, рост такой незначительный – 1,69, 1,777, но он существенный, потому что он прямо лежит на водоразделе, что называется. Начался рост численности населения. К сожалению, вот с января по сентябрь, но с количества рождений немножко стало поменьше, но всё равно естественный прирост продолжается, потому что увеличивается ещё и продолжительность жизни. Мы все эти тенденции не только видим, мы радуемся вместе с вами этому, и все вот эти инструменты наиболее эффективные, стараемся сохранить. Вопрос в том, чтобы машины ещё давать, конечно, тоже бы очень хотелось. Может, как-то программа будет целовать, стимулировать. Очень бы хотелось, это бы поддержало и семьи многодетные, это бы автопром бы поддержало. Ну, пока такой программы нет, но подумаем, ладно? Спасибо. Да. Знаете, такой вопрос, волнующий больше, наверное, мужскую составляющую нашего коллектива. Женщина-мужа закрытый же? Нет, можно послушать, да. Приближается всё-таки чемпионат мира по футболу. Ещё вы женщины обижаетесь. Обижаетесь. Это очень хорошо. Играют женщины сейчас в футбол и болеют. В большей, в большей степени. Мы успеем с вами достроить стадионы? Успеем, конечно. И вот дополнительный вопросик вы-то. За кого конкретно болеете? В плане хоккея мне интересно и футбола, конечно. Вы, думаю, меня поймёте. Я не имею права болеть за какую-то конкретную команду. Я болею за национальные сборные и там, и там. Хотя так люблю посмотреть красивую игру. Честно сказать, красивую игру национальной сборной мы давно красивую не видели. Давно не видели. Да. А хоккеисты, они радуют, безусловно. Они растут. Хотя и здесь нам ещё очень многое нужно сделать. И прежде всего нужно работать с молодыми, начинающими и перспективными спортсменами. Нужно создавать условия для того, чтобы они могли себя здесь реализовать. Так же, как и в любой другой сфере. Но школа у нас очень хорошая, спортивная. И она генерирует большое количество талантливых ребят, перспективных. И, конечно, что называется, на рынке труда они востребованы. Их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им и не захотелось уезжать. И, в принципе, мы над этим работаем. Условия надо создавать. Финансовые условия. Условия для тренировок. Чтобы требования определённые должны быть. Отыграл он здесь какой-то? Да, потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом. Так, чтобы и ребята были заинтересованы. И чтобы клубы наши не теряли. И чтобы мы были частью мирового спортивного движения. В том числе в области футбола и хоккея. Что касается стадионов, хочу заверить вас и всех остальных любителей футбола. Всё будет сделано вовремя, в срок и качественно. Напомню, что у нас пройдут соревнования, должны пройти соревнования в 11 городах на 12 стадионах. Всё в режиме. Ну там где-то есть небольшие какие-то отставания. Это носит такой временный технологический характер. Всё будет сделано. Мы успокоили. Владимир Владимирович, Багров Александр, мастер участка номер 80-20 из складов. Я играю в хоккей ночной лиги, как и вы. Хочу вас поблагодарить в этой создании лиги. Очень приятно. Много молодых людей, которые когда-то раньше закончили заниматься хоккеем. Сейчас заново. То есть видно, что всем очень нравится. И хочется поговорить о детском спорте. О том, что с каждым годом он всё хуже и хуже развивается. В плане коммерции. То есть теннис и различные виды спорта – это коммерческие виды спорта. И родители не в силах потянуть. То есть они могут год-два, а дальше уже начинаются поездки. И приходится постоянно платить за тренировки. И как вы сами понимаете, это немаленькие деньги. И вот хочется задать такой вопрос. Будет ли развитие дальше как и детского спорта, так и любительского уровня? Да, конечно. Как вас зовут? Александр. Саша, как сказал? Мастер такого участка. У меня сразу первая ассоциация. Я отца вспомнил. У меня отец работал мастером на заводе. И очень всегда этим гордился. Ну ладно. Что касается спорта детского, юношеского. Безусловно, это область, которая… Я только что об этом говорил в вашем сайте справа от вас. Как раз это та область, которую государство должно поддерживать. Но эта поддержка, она должна идти на уровне регионов прежде всего. Потому что, кстати, большие клубы, они должны создавать вокруг себя такую сеть. Например, вот у нас хоккейный клуб очень хорошо работает с детскими, ну, с детьми. У нас очень много как бы и подразделений школ. Да-да-да, я знаю. Мне как раз ваш губернатор, исполняющий обязательный губернатор, рассказывал совсем недавно. Одна сильнейшая школа в России. Да, он мне подробно об этом рассказывал и говорил уже о перспективах, о том, как это нужно, как он считает, дальше нужно это развивать, делать, поддерживать. И все правильно. Но вот, что называется, массовый детский спорт, конечно, должен поддерживаться на уровне регионов и муниципалитетов. Мы всячески будем этому способствовать, настраивать на это. Но и чтобы это было хорошей базой для, затем, для спорта высоких достижений. А вы не планируете создавать лиги по другим видам спорта, так же, как в Сочи ездят люди за стадионом? Да, есть такая идея создания такой же лиги. Ну, вы имеете в виду, типа ночной спортивной лиги, любительский, да? По футболу, да. По-моему, мы, может, должны были создать даже в прошлом году. Если нет, то это должно быть сделано в ближайшее время. По футболу, да. Нет, спасибо. Ну, почему хоккей, почему футбол? Потому что массовые виды спорта. Ну, массовые, массовые. У нас в хоккее очень много. У нас 20 команд в одной лиге только играют. Да, да. То есть Ярослава любит хоккей. Владимир Владимирович, свидетельник представился сначала. Варнаин Дмитриев, инженер по наладке станков и автоматических линий. У нас в Ярославской области новый губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов. В первую очередь он приехал к нам на производство. К нам, в принципе, нашим коллегам это очень понравилось, потому что производство у нас градообразующее. Он приехал вместе со мной или он раньше приезжал? Нет, раньше приезжал. Как он поступил в должность, он сразу же приехал. И нам, в принципе, это понравилось, потому что производство градообразующее у нас. И вот, Юрий, молодая команда нового губернатора, у нас очень много делает для нашего города. Вот они как-то взялись быстро и очень хорошо. Я как отец замечаю... Это вопрос или вы лишь и похвалите его на всякий случай? Мы же что, подбросили? Мы это не готовим. Нет, 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 очень хорошо, правда. Я как отец замечаю, то есть у нас столько лет не ремонтировались детские площадки, а сейчас пошли проверки детских площадок. У нас стали убираться улицы в нормальном... Как раз хотел спросить, улицы тут убирать? Да, да, да. У нас привели в порядок историческую часть города, у нас убрали оттуда баннеры. Вообще у нас город, правда, похорошел. Спасибо вам большое, Дмитрий Юрьевич. Больше вы таких губернаторов. Да, у нас, как вот, недавно совершенно была произведена акция «Снежный билет», который коллапс наш поразгрузил на улицу города. И вот интересует вопрос, какими критериями вы руководствуетесь при выборе губернатора? Критерии обычные, здесь нет ничего секретного. Критерии профессиональной пригодности и порядочности. Дмитрий Юрьевич, я знаю очень давно, много лет. Он дорос до уровня замминистра внутренних дел, там занимался тоже вопросами экономики в министерстве. Человек очень деятельный, энергичный, способный. Иначе я бы не предложил ему эту работу. И очень порядочно. Это один из главных критериев. Надеюсь, что так свои лучшие качества здесь на этой работе и проявят. Ну, собственно, и вот и все. Я желаю ему успехов. Васильева Елена, специалист пресс-службы. Я бы хотела добавить к теме досуга. Ребята занимаются хоккеем, футболом, интересуются. А я, например, еще люблю путешествовать. Я люблю нашу страну. Я тоже. И я люблю путешествовать по городам России, в том числе по Золотому кольцу, в состав которого входит наш город Ярославль. У вас три города ходят? Ну да, три города, в том числе наш Ярославль. Переславль-Залецкий и Ростов-Велик. Да, Ростов-Велик. И Ярославль. И что? Ну, к сожалению, иногда мне приходится как путешественнику, как туристу сталкиваться с какими-то недостатками нашей туристической индустрии. Ну, бывают там. Допустим, мне очень хочется пожить в хорошем современном отеле, но по разумной цене. Также очень хочется видеть более развитую дорожно-транспортную сеть. И мы все знаем прекрасно, что у нас сейчас активно развивается туризм в Крыму, в Краснодарском крае, на Алтайском крае. И может ли сейчас правительство предпринимать какие-то шаги для развития такого же активного туристической индустрии, именно инфраструктуры, именно в центральном регионе России? Как вас зовут, Юлия? И Лена. Лена. Лена, какой аккуратный человек. Она сказала, что иногда я встречаю кое-где. У нас в фильме был, помните, такое в советское время, «Следствие ведут знатоки». Там песенка, помните песенка? Если кто-то, кое-где у нас порой, честно, жить не хочет со всех сторон. Обложились. Вот. Но, к сожалению, у нас не кто-то, не кое-где, не порой, а очень часто. Часто мы наблюдаем неурегулированность, неустроенность в сфере внутреннего туризма. Но у нас есть программа развития внутреннего туризма. Из-за… У нас в прошлом году… Нет, в этом, наверное. Ну, в этом, по-моему. Год не закончился, значит, это данные по прошлому году. Значит, в России отдохнуло внутри нашей страны 70 миллионов человек. Из них 50 миллионов – это граждане Российской Федерации. Значит, 20 – это миллионов приезжих. Это немало. Хотя и немного. Сейчас я скажу там… По каким критериям немало. У нас очень… Но самая большая территория в мире. И, конечно, она не может быть неинтересной. Одна Камчатка чего стоит. Да. Там нужно, правильно, круизникам разрешать заходы в различные места красивые. Дальний Восток вообще в целом. Шикарное место. Просто уникальное. Сибирь, да, значит, Алтайский край, Республика Алтай, Краснодарский край. Теперь Крым. Наибольшие показатели роста внутреннего туризма показали как раз Краснодарский край. Сочи стал круглогодичным курортом и зимой и летом теперь работает, как мы и хотели. Зимой там лыжные виды спорта в горах, летом море. Вот. Всё это очень хорошо совмещается друг с другом. Там скоростные поезда ходят даже. Кроме двух трасс, там две трассы идут от нижнего кластера наверх, автомобильные. Есть ещё скоростные поезда, которые ходят наверх. 25 минут, по-моему, 20 минут. Всё в горах. Вот. Значит, вырос сильно Крым. После 2014 года там большой рост. Ну вот, это вот. Да, Татарстан. Ну, конечно, огромный потенциал у Центральной России и у Золотого кольца. Это я с вами полностью согласен. Мы уже с вами выяснили, что Ярославская область там три города туда направила в это золотое кольцо. Да и сам Ярославль. Ведь исторический центр Ярославля включён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Я очень рассчитываю на то, что и новое руководство города, и новое руководство Ярославской области сделать всё для того, чтобы привлекательность росла. Ну, а федеральная программа о развитии внутреннего туризма действует. Мы дальше будем над этим работать. Я полностью разделяю ваше мнение о том, что нужно это делать. Да. А почему мало? Знаете, вот у нас туристический отрасль вносит вклад туризма, ВВП страны, если всё взять за 100%, 1,6% всего. В странах с развитым туристическим сектором экономики это 10%, а у нас всего 1,6%. Воробьёв Дмитрий, специалист управления маркетинга, Ярославский моторный завод. Вопрос про армию. Наша армия сейчас на подъёме, поступает новейшая техника туда, форма красивая, у молодёжи интерес появился к службе в армии, а что ещё будет сделано для того, чтобы наша армия оставалась такой же сильной, если не военная тайна, конечно. Я вам скажу, но вы никому, ладно? Значит, у нас же целая программа существует, целая программа развития гособоронзаказа и программа развития армии, она должна быть, как мы много уже лет подряд говорим, компактной, но очень эффективной. Так что мы будем продолжать и структурные реформы, изменения, будем продолжать оптимизацию численности без всяких там массовых сокращений, просто смотреть по родам и видам войск, что и как нужно делать. Будем особое внимание уделять таким компонентам вооружённой составляющей государства, как информатизация, разведка, в широком смысле это слово, не только агентурная разведка, а техническая разведка, системам связи, разумеется, современному, высокоточному, высокотехнологичному вооружению. Вот вы, наверное, уже заметили, стали такие наши совещания регулярными. Два раза в году я их провожу в Сочи в мае и в ноябре. Целую неделю я собираю там представителей промышленности, главных конструкторов, директоров крупных предприятий оборонки и руководства Министерства обороны отдельными родами и видами войск. И вот мы смотрим, что сделано за предыдущие шесть месяцев, чего почему-то не сделано и что нужно сделать для того, чтобы, безусловно, обеспечить исполнение гособоронзаказа. Так что армия наша никому не угрожает, хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все услышали, не только здесь сидящие, но она боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. В разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно их назовем так, когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие. Но, повторяю, это важно, мы никому не угрожаем, никому не собираемся угрожать. Для нам зачем? У нас территория, самая большая в мире, я уже об этом сказал, все знают. Нам нужно надежно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа. Наша армия сделает это в состоянии. Будем мы дальше ее развивать. Ну что, мы потихонечку будем заканчивать. Вопросы по утрасли, по-моему. Да, завершающие. Саркомов Константин. Да, Кост. Производство средних гадных двигателей. Вот по-человечески ваша работа насколько тяжелая? И хотелось бы узнать... Что такое? Что это такое? Вся работа. Хотелось бы узнать положительные и отрицательные стороны. Ну, если по-серьезному, то самая положительная сторона моей работы ничем не отличается от положительной стороны вашей. Когда вы видите, что она приносит удовлетворение, и вы добиваетесь поставленных перед собой целей, задач, вы делаете важное, нужное, доброе дело, оно идет на пользу и вам, и тому, ради кого вы работаете. Вот это и есть самое большое удовлетворение. Оно возникает, это всегда самое большое удовлетворение от полученных результатов. Ну, а отрицательные... Много, конечно, отрицательных эмоций, ничего не поделаешь. Но и в вашей работе наверняка ведь то же самое, правильно? Когда у вас что-то не получается, или вас кто-то подводит, или скалкивается с другими какими-то непредвиденными обстоятельствами. Но в этом и состоит прелесть нашей своей работы, что мы в состоянии эти трудности преодолеть. И добиться нужного для нас результата. Я вам такого и желаю. Спасибо. Спасибо.